Глава первая. Новость. — А-а-а! — орал мужчина средних лет, картинно раскинувшийся на мокром асфальте. — Нога! Больно! О-о-о! Около него прыгал стажер Эдик Старчинский, тощий, высокий, похожий на гигантского кузнечика. Ощупал поврежденную конечность, высвободил из рукава кожаной куртки руку пострадавшего, быстро измерил давление, удовлетворенно кивнул лохматой головой, сунул тонометр в карман халата. Синий форменный костюм долговязанного новичку сестра-хозяйка в своих закромах подобрать не смогла, отправила заявку на центр и принялся внимательно разглядывать зрачки. Пациент покорно ждал конца осмотра, время от времени спохватываясь и издавая очередной стон, проникновенности и трагизму которого позавидовал бы любой актер. Глядя на них, Данилов вспомнил институтскую лекцию, посвященную принципам сортировки раненых. — Запомните, доктора! — внушал студентам подполковник Таланкин за пылкую страсть к этиловому спирту, прозванной спиртовкой. — В первую очередь помощь оказывается не тем, кто кричит и рыдает, а тем, кто делать это уже не в состоянии. Только так! Крикуны подождут, ничего с ними не случится, разве что охрипнут немного. Вы больше нужны тем, кто без сознания. Им помощь оказывается в первую очередь. Даниловская бригада, прибыв на место аварии, так и поступила. Сам Данилов с фельдшером Верой Каликиной занялся водителем старой заслуженной четверки, пока еще живым, но уже затихшим в предчувствии близкого конца. А врача-стажера Эдика отправил к единственному пассажиру, проклинавшему судьбу злодейку на весь ночной Волгоградский проспект, пустынный и безразличный. — Твою мать, что делают, а? — раздалось за спиной Данилова. Водитель Петрович принес носилки и выразил свое неодобрение произошедшим. Его можно понять. Если бы его горемычный коллега не врезался бы на полном ходу в фонарный столб, то одиннадцатая бригада сейчас бы отдыхала на родной шестьдесят второй подстанции. Скорее всего, не отдыхала бы, а мчалась на новый вызов. Это в седую лохматую старину, когда Петровича называли колькой, и среди водителей скорой он был одним из самых юных, ночью можно было и впрямь урвать пару-тройку часов для сна, а то и все шесть, если подстанция спокойная, с тихим, слаботелефонизированным районом обслуживания. Там была благодать, тем более, что в те времена свободные бригады посылались помощь соседям редко, в самом крайнем случае, а неплохо я, как сейчас. Как-то раз летом вышел я на сутки с девяти часов, а первый вызов мы получили в семнадцать сорок, вспоминал Петрович. Скучали порой по вызовам, как сейчас, по отдыху. Эх, бывали времена. Так уж устроен человек, ему всегда верится в лучшее. Если бы, да кабы. Не переживай, Петрович, отозвался Данилов, накладывая кровоостанавливающий жгут на левое бедро пострадавшего. Сейчас полечим, отвезем в кузницу здоровье, а там уже до конца смены недалеко. Время работает на нас. Тьфу-тьфу, суеверный Петрович трижды сплюнул через левое плечо. В прошлую смену, в семь тридцать, за полчаса окончания суточной смены им дали вызов с поводом ребенок три года отравления таблетками. Повод из самых серьезных, на который мчатся пули с включенными сиреной и мигалкой. Счет идет на минуты, пока таблетки всасываются в детском желудке. Трехлетняя девочка Арина проснулась утром первой. Тихо вылезла из своей кроватки и отправилась пробовать конфетки, лежащие на бабушкиной тумбочке. Хорошо хоть начала свою дегустацию с относительно безвредного аспаркама, препарата калия, обойдя своим вниманием капотен и нитросорбит, резко понижающие артериальные давления. Пока промывали желудок, да пока везли по забитой машинами Москве в детскую больницу, да пока вернулись обратно на подстанцию, на часах уже было без четверти два. Повезло, называется. В Америке, например, закон запрещает оставлять без присмотра детей до двенадцати лет, сказала на обратном пути Вера, высовываясь в водительский отсек. Там, наверное, не раскидывают таблетки, где попало. — Законы законами, а здравый смысл здравым смыслом, — вздохнул Данилов, проезжая мимо своего дома, где ему полагалось уже второй час отдыхать после дежурства. Разрезанные по шву, чтобы можно было осмотреть рану, и намокшие от крови брюки пострадавшего, нестерпимо воняли бензином. Скрючившись три погибели, Данилов, насколько возможно, втиснулся в салон покорежного автомобиля, убедился в том, что правая нога водителя ничем не зажата, что в салоне шину на сломанную левую ногу, открытый перелом костей голени, не наложить, и что позвоночник у водителя вроде бы цел, а затем скомандовал. — Достаем максимально плавно и осторожно, без рывков. — Плавали, знаем, — отвечает Петрович. Дела были не так уж и плохи, несчастного водителя не зажало в салоне, и дверцы открылись сразу же, с первой попытки, а то пришлось бы спасателей вызывать, чтобы вскрывали машину гигантскими ножницами, словно консервную банку. — Бригада бы их дождалась, а вот дождался бы пострадавший, это еще бабушка надвое сказала. Опять же бензин в салоне, тут и до пожара недалеко. Данилов подхватил вялое тело подмышки, Петрович синхронно взялся за ноги, а Вера развернула носилки так, чтобы им было удобнее. Данилов с Петровичем осторожно положили пострадавшего на носилки, плавно и нежно, как драгоценную антикварную вазу из хрупкого фарфора. — О, Господи! — вырвалось у Петровича. В свете уличных фонарей он разглядел в полной карасе голень пострадавшего, точнее, не ногу, а бурое месиво, похожее на плохо провернутый фарш, из которого торчали наружу желтые обломки костей. Благодаря наложенному доктором жгуту кровь уже не текла из раны, но все равно общее впечатление было сильным и весьма удручающим. Данилова всегда удивляло то, что на рынке люди могут спокойно наблюдать за процессом рубки мясных туш, без содрогания перебирать куски мяса с костями и без, а вот вид открытой раны, да еще с косточкой, чаще всего приводит их в шоковое состояние. Почему так? Сам он давно уже смотрел на все спокойно, то ли привык, то ли огрубил душой. Мясо и кости, как ни крути, остаются мясом и костями. А ты отвернись, посоветовала Вера. Твое дело на дорогу смотреть, а не на переломы. Петрович, несмотря на боли, чем солидный стаж на скорой, так и не смог до конца изжить себе впечатлительность. Особенно его смущают угольки. Пациенты с большими ожогами. Зрелище и впрямь не из приятных. Обуглившиеся ошметки кожи, волдыри, заполненные мутной жидкостью, сочащиеся влагой ткани, лишившиеся своего защитного покрова. Этот своеобразный этюд в багрово-желтых тонах с примесью черного обильно приправлен флюидами ужаса и боли, исходящими от пострадавших. В подобных случаях Петрович вооружается ватным тампоном, пропитанным нашатырем, и с его помощью спасается от обморока. — Взяли, — негромко бросил Данилов. Врач и водитель с носилками в руках почти бегом устремились к своей ласточке. В белой машине, украшенной красными цифрами 03. Вера побежала за ними. За те секунды, которые ушли на то, чтобы запихнуть носилки в салон, она успела залезть в ящик и выдать Эдику шприц-пятерку, спиртовую салфетку и по одной ампуле анальгина и димедрола. — Что там? — осведомился Данилов, заскакивая в салон, следуя за носилками. — Вжиг коленного сустава, — ответил Эдик и добавил. — Повезло. — Ему или тебе? — не смогла удержаться от шутки Вера. — Ему, ясное дело. Эдик поспешил вернуться к пациенту. — Эдик, ты его не отпускай, — крикнул Данилов в догонку стажеру. — По-любому надо госпитализировать. Отказ от госпитализации при авто, так на скорой называют автомобильные аварии, обязательно вызовет недовольство у старшего врача Дмитрия Александровича Кочергина, которого загадки характер на подстанции прозвали Лжедмитрием. На утреннем совещании Лжедмитрий, поглаживая лысину, поправляя сползающие очки и теребя козлиную бородку, будет долго говорить об отсроченных осложнениях, врачебной самонадеятельности и людском легкомыслии. — Так невзначай можно и выговор огрести, и премии лишиться. Нет уж, никаких отказов от госпитализации, и я пойду домой. Сдать его в приемный покой, оттуда пусть домой и уходят. С катертью дорога. Привычными, тысячекратно отработанными движениями Данилов засунул страдальцу в трахею пластиковую интубационную трубку, зафиксировал ее, надув ртом баллончик, кольцом эту самую трубку опоясавший, и подключил к аппарату искусственной вентиляции легких, сокращенно ИВЛ, в режиме вспомогательной вентиляции. Теперь, если пациент забудет сделать очередной вдох, это возьмет на себя аппарат. Потому вентиляция и называется вспомогательной. Вера тем временем укрепила на правом предплечье пациента манжету тонометра, измерила давление, поставила на левом предплечье катетер и наладила капельницу с полиглюкином, одним из так называемых кровезавещающих растворов, по физическим характеристикам весьма схожим с кровью. — Восемьдесят на пятьдесят пять, — доложила она Данилову. — Принизал он? — Работая с опытным фельдшером, дозировки можно не указывать. Это удобно. Имеять в составе бригады опытного фельдшера вообще очень удобно. И к тому же приятно, если у фельдшера хороший характер, и он не любит стучать начальству. Вера Каликина отвечала всем требованиям, и Данилов постоянно работал с ней в одной бригаде уже третий год. В машине работать тесно, но все привыкшие. Быстро, но без суеты Данилов и Вера делали свое дело. Через несколько минут артериальное давление пациента немного поднялось и стабилизировалось. Теперь настало время заняться сломанной ногой. Данилов, насколько возможно, в полевых условиях, обработал рану, извлекая пинцетом осколки костей, а Вера наложила на нее стерильную, иначе говоря, асептическую повязку. Затем они приложили к пострадавшей конечности шину и осторожно, но туго прибинтовали ее в трех местах. Теперь пациента можно транспортировать. Главное – правильная очередность действий. Умный отличается от дурака знанием того, что надо делать сначала и что потом. Дурак, а среди врачей такие попадаются так же часто, как и среди представителей других специальностей, начал бы шинировать ногу еще на улице, возле машины, и непременно потерял бы пациента, умершего как раз к окончанию манипуляции. К этому времени пациент Эдик оклемался настолько, что в сопровождении доктора подошел к машине на своих двоих. Шел он хорошо, прихрамывал, но не шатался. «Будем на себя вторую машину вызывать?» – поинтересовался Эдик. «Так вообще-то положено. Один больной, одна бригада. Правда, вызове Данилов на себя в подобной ситуации кого-нибудь из коллег, он надолго стал бы для них посмешищем, требующим усиления для госпитализации сидячего амбулаторного больного. Другое дело бы, если и второй пострадавший был бы так же плох, как и первый. Тогда без помощи коллег было бы не обойтись». «Зачем?» – в очередной раз, измеряя своему пациенту, давление удивился Данилов. «Да едет с нами». «Какой ставишь диагноз?» «Ушиб правого коленного сустава». «Алкогольное опьянение», – добавляет Вера, принюхавшись к выхлопу от ушибленного, доносящемуся через открытую дверь салона. «Поедет сидя». Данилов покрутил колесико на трубке капельницы, слегка замедляя течение полиглюкина. «А может, я лучше домой?» – предположил мужик, всем своим бравым видом демонстрируя, что он здоров, и получасом раньше умирающего лебедя на асфальте изображал кто-то другой. «В больницу», – твердо ответил Данилов. «Домой, а?» – законючил мужик, не торопясь усаживаться в салон. «Пешочком. Я тут недалеко живу». «У нас один сосед вот так пришел домой после аварии», – вступает в разговор Петрович. «Пешочком, не торопясь, по холодку, чтобы солнышку голову не напекло». Все истории Петровича имеют один и тот же конец – фатально летальный. «И что?» – вскинулся мужик, ошибочно видев Петровича союзника. «Ничего». – Петрович невозбудим. «Умылся, перекусил, лег отдохнуть и помер. Суп – арахмоидальное кровоизлияние. Тридцать восемь лет дураку было. Жена, двое детей. Теперь вдова и двое сирот. Тебе-то сколько?» – сорок один. «Дети есть?» – дочка. «Ну и решай, что делать. Каждый сам выбирает, где ему помирать». Пациент Эдика молча залез в салон и устроился на заднем боковом сидении, именуемом на скорой, крестном для сопровождающих. Обычно на нем едут родственники или друзья больного. Эдик уселся на единственное оставшееся свободным место, рядом с водителем, и обернулся к Данилову. «Запрашивай место», – протягив ему свой на ладонник, сказал Данилов. «Мужчина, сорока лет, ЧМТ, открытый перелом правой голени, кома и второго не забудь». «Да, и обрати внимание, чтобы места в одном станционале дали». «Человеку свойственно ошибаться», – говорили древние, – «тем более на центре, тем более под конец смены. Вполне можно не включить мозги и дать тяжелому место в реанимации 168-й больнице, а легкого отправить в Первую Градскую. Бывали прецеденты». Легкий больной с любопытством оглядел убранство салона, стараясь не смотреть на манипуляции врача и фельдшера с его собратом по несчастью. И вдруг начал блевать. Блевал он обстоятельно, обильно, при этом деликатно пытаясь прикрыть рот обеими руками. «Фу, не мог на улице!» – поморчилась Вера. «Ты б хоть окно открыл!» – взревел Петрович. «Эдик, добавь самому пациенту сотрясение головного мозга средней тяжести», – подсказал Данилов. «Есть, сэр!» – откликнулся Эдик и, тотчас же устыдившись своей фамильярности, добавил. «Хорошо, Владимир Александрович». Эдик уже третью смену стажировался в бригаде. Данилову он нравился. Толковый парень, знающий, вроде бы не вредный. Эдик имел все шансы стать нормальным врачом. Лет через несколько. «Извините, пожалуйста!» – смутился пациент, наконец-то закончив блевать. «У вас тряпка есть? Я подотру». «Чего уж там!» – свеликодушничала Вера. «Дело житейское. Вы лучше скажите, как зовут вашего товарища?» «Он мне не товарищ», – пытаясь привести себя в порядок при помощи носового платка, ответил тут. «Мы не знакомы. Он подрядился меня домой довезти. И вот». «Довез», – называется. И после небольшой паузы как-то совсем по-детски спросил, можно выйти, отряхнуться хотя бы. «Кузницу здоровья дали», – доложил Эдик, возвращая Данилову на ладонник. «Сто шестьдесят восьмую. Подобно всем новичкам, он тут же впитал в себя профессиональный жаргон, и то и дело пользовался им, стараясь походить на бывалого скоропомощника. Аксибурат натрия называет оксаной, магнезию магнолией, инфаркт миокарда Иваном Михайловичем. «В станционаре отряхнешься», – крикнул пациенту Петрович. «Через три минуты». Петрович повернул ключ с сжигания, нажал на педаль газа и плавно тронул машину с места. «С метастазом полчаса бы ехали», – Вера отодвинула оконное стекло, впуская в салон свежий воздух. «Да уж», – согласился Данилов, прощупывая пульсацию сонной артерии на шее лежащего на носилках пациента. «Метастаз» – по паспорту Георгий Иванович Аршевский – худший из водителей шестьдесят второй подстанции. Он не любит мыться, но любит медленную езду со скоростью двадцать-тридцать километров в час. Со включенной светомузыкой, мигалкой и сиренами метастаз способен выжать из машины все сорок километров. В то же время он, не злобив, ездит без аварий и безотказно выходит на замену в свой выходной, поэтому его и терпит. Перемерив давление, Вера доложила. Девяносто пять на шестьдесят пять. Пациент определенно более жив, чем мертв. Вот пустячок, а приятно, – улыбнулся Данилов. По прибытии в сто шестьдесят восьмую больницу, в то время, пока машина ехала по территории, Данилов, выполняя требования инструкции, достал на ладонник и нажал на нем кнопку, извещая диспетчера своей подстанции о прибытии в станционар. Когда машина остановилась, бригада разделилась надвое. Данилов и Вера выгрузили носилки с пострадавшим из салона, водрузили их на каталку и повезли свой кадр прямиком в реанимацию, минуя приемный покой, куда повел своего пациента Эрик. Петрович же остался наводить порядок в салоне. В реанимации дежурил знакомый Данилову доктор. Как дежурство? – просил он, беря карту вызова и расписываясь в приеме больного. Так себе пожал плечами Данилов. – У нас тоже, – мотнул головой реаниматолог. – Три покойника, два кандидата, пять поступлений. Ваш шестой. – Покой нам только снится, – посочувствовал Данилов. – Помотался бы, как мы, – высказалась Вера на обратном пути. – Вообще не понимаю, как, сидя на одном месте, можно уставать на работе. – Поработай в станционаре, – поймешь, – посоветовал Данилов. – Везде свои сложности. Не забывай, что мы всегда имеем дело с одним больным, ну, иногда, как сегодня, с двумя. А у них на двух врачей лежит от двенадцати до шестнадцати потенциальных жмуриков. Порой не на двое, а на четыре части разрываться приходится. Потом мы сдали больного, и можем по пути на следующий вызов немного расслабиться. Тоже плюс. И вообще, хорошо там, где нас нет. – Это точно, – согласилась Вера. – Тем более нам, фельдшерам, кроме скорой и детства некуда. Не в медсестры же идти. На улице Данилова с Верой ждал один Петрович. Уже покончившись с уборкой, он стоял возле распахнутой дверцы и с наслаждением курил. Завидев свою бригаду, Петрович подскочил к заду машины и, распахнув настежь задний проход, помог убрать носилки в салон. – А где стажер? – спросила Вера, берясь за ручки опустевшей каталки, чтобы отвезти ее в тамбур приемного отделения. – Еще не возвращался, – ответил Петрович. – Молодой еще, пока освоится. – Наверное, любезничать с кем-нибудь из девчонок, – предположила Вера. – Пойду шугану. Она докатила каталку до входа, привычно вначале нажала на ручки каталки, а затем приподняла их, помогая своему транспортному средству перевалить через высокий порог приемного отделения, и скрылась за дверями, чтобы спустя несколько секунд высунуться из них и поманить рукой Данилова. По озабоченному лицу Веры тот понял, что стряслось нечто неприятное, и поспешил в приемное, чувствуя, как в висках зарождается пульсирующая боль. В приемном, при виде Эдика, пререкающегося с лысым мужчиной лет пятидесяти, с круглым скуластым лицом и узенькими щелочками глаз, Данилов обреченно вздохнул и почувствовал, что боль превратилась в обруч, безжалостно сдавливающий голову. Причина для расстройства была основательной. Собеседник Медика оказался известный на всю московскую скорую Соловей-разбойник, врач линейного контроля Соловьев, встреча с которым всегда заканчивалась для любой бригады плачевно, если не фатально, как минимум строгим выговором с лишением премии на год, а зачастую и увольнением. Повсюду и везде Соловьев находил нарушения, слонострасно и безжалостно фиксировал их и всячески пытался раздуть при этом из мухи слона. Подобному служебному рвению имелось объяснение. Поговаривали, что Соловьев метит на место Сыроежкина, всесильного заместителя главного врача станции скорой неотложной помощи города Москвы и оттого-то пытается выслужиться, роя носом землю. Данилов в эту версию не верил, считая Соловьева обычной, закомплексованной сволочью, дорвавшейся до места, над которым можно безнаказанно использовать для себя и издеваться над людьми. В случае с Эдиком Соловьеву не пришлось долго искать нарушений. На лицо было целых два – отсутствие форменной одежды и транспортировка пострадавшего из машины скорой помощи в приемное отделение своим ходом. При диагнозе сотрясения головного мозга, ушиб правого коленного сустава, подобный способ транспортировки грозил немалыми осложнениями. Превозмогая головную боль, Данилов изобразил на лице великую радость и, чем черт не шутит, вдруг удастся отмазать стажера, устремился к Соловьеву. — Здравствуйте, Алексей Николаевич! — еще издали начал он. — Полностью разделяю ваше негодование. Но молодой человек всего лишь третьи сутки работает на скорой, и ему еще не подобрали одежду по размеру. Согласитесь, что он в этом не виноват. — Здравствуйте! — холодно кинул Соловьев. — Третьи сутки — это хорошо. Так и запишем. Систематически нарушает форму одежды. Он черкнул дорогой чернильной ручкой Соловьев гофрант в маленьком блокнотике, который терялся в его широкой, похожей на лопату ладони, и оттого казалось, что Соловьев пишет прямо на своей руке. — А вы его, с позволения сказать, наставник, — испытывающий, посмотрев на Данилова, скривил Соловьев. — Фамилия? — Доктор Данилов, бригада 62-11. — Угу. Новый взмах ручки был в половину короче прежнего. — Доктор Данилов, помню вас. Вы, кажется, не первый год работаете на скорой помощи. — Десять лет. — Десять лет. Солидный стаж. И вы допустили, чтобы ваш стажер транспортировал тяжелого больного своим ходом, как вы могли. Десять лет ведь работаете. Впрочем, есть такая поговорка. Можно всю жизнь есть картошку, но так и не стать ботаником. Это сказано про вас? Данилов прикинул, что неплохо было бы дать Соловьеву в челюсть, а когда он упадет, для страски добавить еще разок ногой по ребрам. От милой сердцу картины, родившейся воображение, головная боль немного утихла. — Я сам так решил, — подал голос Эдик, но не был услышан. Данилов молчал. Он терпеть не мог выволочек, особенно прилюдных, посреди многолюдного, несмотря на ночное время, коридора приемного отделения. — Провинился, наказывай, а мораль читать незачем. Но была еще крошечная, малюсенькая надежда, что, выплюснув свой негатив, Соловьев примет во внимание стажерство Эдика и решит ограничиться устным выговором. Письменные же последствия могли стать для Эдика поистине фатальными, так как, подобно всем новым сотрудникам скорой помощи, он был принят на работу с трехмесячным испытательным сроком. И после телеги от линейного контроля его попросту уволили бы по инициативе администрации с позором и соответствующей записью в трудовой книжке. — Это я допустил, чтобы он отвел больного пешком, — вздохнул Данилов. — Признаю свою ошибку. — Это неправда, — завелся Эдик. — Я сам так решил. Вас в этот момент не было в машине. Вы повезли больного в реанимацию. — Браво! — крикнули вдруг сблизывание. Лежащий скамейки. Соловьев тотчас же обернулся на крик и сник, увидев, что кричит не медицинский работник, а посторонний мужчина, одетый в непервой свежести спортивный костюм, то ли больной, то ли чей-то родственник. — Давайте перестанем играть трех мушкетеров, — потребовал Соловьев. И, идя совсем уж в разрез с лодикой, добавил, — здесь вам не детский сад. Данилов молча кивнул и, улучив момент, незаметно для линейного контролера, скорчил Эдику страшную рожу, призывая его во что бы то ни стало хранить молчание. — Ну и что мне прикажете делать? — спросил Соловей-разбойник, переводя взгляд с одного виновного на другого. — Что? — Убись себе об стену, паскуда! — чуть не вырвалось у Данилова, но он вовремя взял себя в руки. — Так уж и быть, оставлю все без последствий, — чудесным образом подобрел линейный контролер. — Нехорошо омрачать человеку первый день работы на новом месте. Если бы Данилов увидел волка и ягненка, пасущихся вместе, и льва, поедающего солому, то он удивился бы этому зрелищу куда меньше, чем чудесному преображению Соловьева. — Третий! — машинально поправил Эдю. — Что третий? Брови Соловьева, разделенные значительным расстоянием, начали движение к переносице. Данилов безуспешно попытался испепелить неугомонного стажера взглядом. — Я работаю не первый день, а третий! — этих застенчиво улыбнулся. — Точнее, третьи сутки. — Какая разница? — снова скривился Соловьев. — Ступайте работать и больше не нарушайте инструкции. — Спасибо, Алексей Николаевич! — поблагодарил Данилов, но контролер уже был у самых дверей, ведущих на улицу, и на благодарность никак не отреагировал. Данилов снова полез за наладонником, нажал на нем клавишу, и на экране загорелась надпись «Бригада свободна». — Обошлось! Слава Богу! — выдохнула за спиной Данилова Вера. Она посмотрела на Эдика, покачала головой и предупредила. — Теперь ты должен проставиться Владимиру Александровичу. Он тебя, можно сказать, от увольнения спас. — Да я хоть сейчас, — взвился радостный Эдик, — давайте в круглосуточный супермаркет заскочим. Вы что предпочитаете, Владимир Александрович? — Я предпочитаю спокойно и без геморроев доработать до конца смены, — сказал Данилов. — Затем прийти домой, съесть горячую яичницу с помидорами, выпить кофе и лечь спать. Коммуникатор, который он продолжал держать в руке, мелодично тренькнул. Прежде чем поднести прибор к уху, Данилов машинально взглянул на экран. Вызывала диспетчер подстанции. — 62-11 слушает. — Возвращайтесь, — послышался голос диспетчера Сиротины. — Пока все тихо. — Спасибо, Люсь, — Данилов убрал на ладоник и сообщил Вере с Эдиком. — Едем домой. — Можно и ужин взять по прибытии, — предложил Эдик, залезая в салон вслед за Верой. Данилов предпочитал ехать впереди. И черт с ним, с высокой аварийной опасностью, переднее место. Зато видно все хорошо. Ему нравилось глазеть по сторонам. — Это при транспортировке больного врач должен ехать в салоне. Когда же больных в машине нет, можно ехать где хочется. — Зачем? — пожалуй худенькими плечами Вера. — Ешь так. — Успеешь, твое счастье. — Не успеешь, и с ужина снимут, если что. Каждой суточной бригаде полагается два оплачиваемых получасовых перерыва для приема пищи. На обед и на ужин. Взять их можно только с разрешения диспетчера. И тот же диспетчер вправе снять бригаду с ужина или обеда при поступлении нового вызова. Особенно, если повод серьезный. Недели две назад, еще до появления на подстанции Эдика, Данилова экстренно сняли с обеда и отправили на вызов со страшно звучащим поводом. Ребенок два года ранений горло крючком. Пока ехали, строили все бригады предположений на тему, как можно поранить горло ребенку крючком. Вера высказала мнение, что крючок вязальный, который недалекой бабушке не удосужилась спрятать от малютки. Данилу уже виделся крючок дверной, который шустрому ребенку вздумалось попробовать на зубок. Петрович же настаивал на крючках рыболовных. По его мнению, ребенок добрался до папиных рыболовных снастей и методично лопал крючки до тех пор, пока один из них не застрял у него в горле. Жизнь опровергла все предположения разом. На самом деле, непоседливая девочка Зоя нашла себе новые занятия. Стала играть с обычной пластмассовой вешалкой для одежды. А мамаша, не очень умная в силу юного возраста и плохой наследственности, кроме девочки Зои, все остальные члены семьи, мать ее, сестра, бабушка и дедушка, были отмечены печатью огромной любви к зеленому змею. Резко дернула вешалка на себя, желая отобрать ее, как раз в тот момент, когда крошка засунула в рот крюк. Крюк был гладким и совершенно безопасным, но столь внезапно лишившись интересной игрушки, девочка Зоя с горя расплакалась. Мама тотчас же решила, что она поранила дочери горло, причем тут горло, если крюк был во рту, и бросилась набирать 0,3. Данилов внимательно осмотрел девочку, для надежности даже пошаровав у нее во рту стерильным ватным тампоном, но никаких ран и следов кровотечения не нашел и с чистым сердцем оставил девочку дома, за что на завтра получил нахлобочку от лжедмитрия. — Если от родственников поступит жалоба, вам не поздоровится, Владимир Александрович. Не будучи квалифицированным аторинолярингологом, и тем более не будучи педиатром вообще... Старший врач многозначительно поднял кверху толстый палец с холеным ногтем. Вы не вправе оставлять дома больную с подобным диагнозом. Бесполезно было спрашивать, почему же тогда его, не педиатра, отправили на детский вызов. Запросто можно нарваться на полчасовую нудную лекцию о врачебном долге. А время уже было своим собственным, ведь дежурство закончилось сорок минут назад. — Впред, Дмитрий Александрович, я не оставлю подобную больную дома, можете быть уверены, — пообещал он. — Госпитализирую в убедительно-принудительном порядке. — Хотелось бы, — буркнул старший врач и напомнил, — что в случае, если отказ от госпитализации угрожает жизни ребенка, бригада вправе вызвать для содействия милицию. Можно подумать, что Данилов не знал этого и отпустил Данилова во своясье, то есть домой. Дежурство закончилось хорошо, вовремя и спокойно. По возвращении на подстанцию удалось отдохнуть от машины целых двадцать минут. Затем разок съездили в соседний район, чтобы полечить старушку от гипертонического криза. Не заезжая на подстанцию, отвезли в хирургию парнишку с аппендицитом, после чего были отправлены к станции метро «Рязанский проспект», чтобы спасти мужчину, что посинел и задыхается прямо на улице. Но по сообщению хохлушки, торговки цветами, которая и вызвала скорую, за пять минут до прибытия их бригады на место мужчина прекратил задыхаться и синеть, и ушел в неизвестном направлении. — Дура! — в сердцах бросил Эдик уже в машине. — А если бы тебя в капотне на помощь услали бы? Было бы лучше! — вступился за смазливую продавщицу Петрович, отличавшийся большой слабостью к женскому полу. Да госпитализировать пришлось бы на другой край Москвы. А так съездили, отметились, и все в порядке. Время семь сорок пять. Скоро смене конец. — Утром целый час никто не даст прохлаждаться на подстанции, — подтвердила Вера. — Непременно ушлют куда-нибудь. — Да я разве против, — сник Эдик. — Я же понимаю. Утренняя конференция против ожидания оказалась интересной. Во-первых, тем, что на ней присутствовал сам Паргунов, заведующий соседней 64-й подстанции, и по совместительству директор региональной зоны, иначе говоря, объединение из нескольких подстанций, расположенных бок о бок друг с другом. Да присутствовал не один, а вместе с Еленой Новицкой, своим старшим врачом, с которой Данилов когда-то не только вместе учился в медицинском университете, бывшем втором меди, но и крутил страстный роман, закончившийся тем, что Новицкая, тогда еще Морозова, к великой радости Даниловской мамы, цепеневшей при мысли возможной женитьбе ее Володечки на алчной лимитчице, вышла замуж за другого. Во-вторых, на конференции не было Тюленя, заведующего подстанцией Дениса Олеговича Тюленькова. Вчера утром он был вызван на ковер в центр к Сыроежкину и с тех пор на подстанции не появлялся. В-третьих, Лжедмитрий, сидевший по правую руку от Паргунова, имел вид весьма унылый, хотя обычно в присутствии руководства он держался бодро и энергично. — Что-то будет, — сказал в пространство врач с многообещающей фамилией Могила, усаживаясь на стул позади Данилова. Конференции проводились в самом большом помещении 62-й подстанции, в комнате отдыха фельдшеров. — Что-то всегда происходит, Леша, — ответил Данилов с любопытством, разглядывая Новицкую. Ему почему-то было приятно прийти к выводу, что она хорошо выглядит, не хуже, чем в институте, разве что под глазами легли тени. Или это от освещения? — Должно быть от освещения, — решил Данилов. Ровно в 8.15 Паргунов поднялся со своего стула и объявил. — Дорогие коллеги, хочу сообщить вам о том, что Денис Олегович вчера попросил уволить его по собственному желанию, и эта просьба была удовлетворена. Аудитория зашумела. Большая часть ее была преисполнена сочувствием к тюленю. Денис Олегович был начальником флегматичным, снисходительным и не очень требовательным. — Человеку свойственно ошибаться, — было его любимой присказкой. Выждав с минуту, словно давая сотрудникам подстанции возможность свыкнуться с потерей, Паргунов поднял руку, призывая к тишине. Новым заведующим подстанции назначена Елена Сергеевна Новицкая, раньше работавшая в должности старшего врача 64-й подстанции. — Из молодых до ранее, — раздался голос фельдшера Малышкова. Малышков дорабатывал полгода до пенсии и, естественно, никого не боялся. Напротив, его боялось начальство и предпочитало не связываться, так как оба сына Малышкова были адвокатами, готовыми засудить весь белый свет, защищая родного папашу. — Не тебе судить, старый хрыч, — оборвала Малышкова старший фельдшер Надежда Казначеева. — Давайте лучше поприветствуем новое руководство. Сделанным энтузиазмом Казначеева захлопала в ладоши, но ее аплодисменты, не встретив поддержки, тут же увяли. — Так вот кому не хотел портить первый день Соловьев, — шепнул Данилов, сидящий рядом с ним Вере. — Новое начальство — это стихийные бедствия, — ответила Вера. — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова